Девушки отдыхают В противном случае позывной коммунист угрожал изнасиловать все столы аж до Краснодона. Благо, кураторы решили не зарубаться, и на выходе все увидели эпичное шоу, где коварные украдиверсанты решили похитить невинного итальянского мальчика в трусиках. Их целью на территории ЛНР было похищение гражданина Италии Андреа Пальмери. В случае провала операции иностранца должны были ликвидировать. Абсолютно мирного, чтобы вы понимали человека, учителя. Деток языку учит. Человек, кстати, мирный. Давал уроки итальянского для детей. Короче, когда допрашивать диверсантов пришел лично коммунист, тогда мы поняли, что, пожалуй, видели все. Мотивация какая. Меня это больше всего интересует. Чудак с позывным, внимание, коммунист хренову тучу времени рвет самые скрепные места, пытаясь отмазать неонациста из Италии. Да че уж там, сами взгляните на этого мирного учителя. То, что тело воевало за боевиков, доказать проще простого. Просто смотрим фотографии и улыбаемся. Но здесь важно даже не это. У себя в Италии Пальмери был главарем ультраправой околофутбольной бригады. Именно он сжигал на матче сборных флаг Болгарии как неарийской страны. Известен среди итальянских тифозий ортодоксальный фашист, один из лидеров организации «Бульдог-1998». Прославился тем, что публично сжег флаг Болгарии на матче сборной. После таких финтов ушами полиция завела на нацика-пацика сразу несколько уголовных дел, после чего Пальмери транзитом через Россию сбежал в никем не признанную Луганду, где, кстати, обзавелся краденым автомобилем. Согласно базе данных ГАИ, номера МЭРСа принадлежат украденной машине. МЭРС также числится в угоне. В свете этих фактов прям любо-дорого смотреть, как убогие новороссы топят за уголовника фашиста. Во шо? Свой фашист? Это никакой не фашист, верно? Пусть кидает зиги сколько угодно, главное, чтобы во славу республики. Мы можем его назвать патриотом Донбасса все-таки? Конечно, даже 100% можно назвать его патриот Донбасса. С другой стороны, какими-то принципиальными взглядами луганские новороссы никогда не отличались. Дедов так любят, что мама не горюй. Вот только еще до Пальмери именно в Луганде воевала Дешерга Русич, собранная исключительно из русских неонацистов. А вот чем еще известны луганские новороссы, помимо тайной любви к зигометам, так это лихими переобуваниями в воздухе. Всего чуть более месяца назад мы ухахатывались, как смешные чуть ли не войну Беларуси объявляли, называя токсичной для ЛНРы страной. Беларусь для нас сегодня токсична. И вот прошло всего ничего. Методички поменялись. И угадайте с одного раза, что случилось на этой неделе? В ЛНР приветствует признание республик Беларуси. Батька, веди как Путин! Мы тут все за тебя! Беларуси, ЛНРы, братья, навек! Признай нас! Ну, пожалуйста! Шах подобного рода мы бы только приветствовали, ведь это в первую очередь было бы акцией гуманитарного характера. Уж очень хочется уточнить, а что такое? Все больше не токсичное? Беларусь для нас сегодня токсична. То есть сальто Делчево на фоне новоросских кульбитов в воздухе – это просто детский сад? Сальто Делчево первый выполнил! Выполнил Дел, Делчево, Делчево, Сальто мы, кстати, не от нечего делать вспомнили, потому как в спорте молодые недореспублики тоже, чтобы вы понимали, опережают отсталую Украину на десятилетие. Два украинских клуба в футбольной лиге чемпионов, да кому она интересна? Люди вон два месяца матч века ждали. Ну что же, матч сборной против Абхазии. Матчи, которые мы ждали несколько долгих месяцев. ДНР-Абхазия! Это вам не хухры-мухры, серьезный уровень. Для команды это не просто шанс проявить себя на международном уровне, но и своеобразная проверка футболистов из ближайшего резерва. Да знаете, друзья, пришла беда, откуда не ждали. Не смогли две сверхдержавы сильнейшего определить по очень серьезной причине. На 48-й, на 49-й минуте поединка матч был прерван по техническим причинам. На стадионе пропало освещение, и несмотря на все усилия принимающей стороны, все-таки вернуть то самое освещение не удалось. Похитили подлые украдиверсанты свет во время матча века. Но больше такие фокусы у бенгеровцев не прокатят. А знаете почему? О, братцы, посмотрите, вот какие серьезные ребята обитают в судах славной ДНР. Верховный суд ДНР вынес решение о запрете на территории Донецкой Народной Республики деятельности Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Шаг и мат СБУ, теперь вы в Донецк не ногой. Придете на блокпост, все с оружием, важные такие. А у полчленцы сурово нахмурив брови скажут, сорян, не пропустим, суд Дырлендии вам появляться запретил. СБУ, ИГУР, Минобороны Украины признаны экстремистскими организациями. У нас на базе НАТО в контексте этого всего один вопрос возник. А шо, так можно было? Жаль, Саня Захарченко раньше времени отужинал, он бы точно оценил. Мы будем приходить к вам мертвые. Вот-вот, Санчо, надо это дело не запускать и обязательно появляться. Причем не к укропам, а к своим дружкам, которые мастерски продолжают выставлять команданты на смех и после смерти. Мы, например, были в восторге от свежих откровений политолога Казакова, который поведал фееричную историю, как сильно обеднел гопник Саня, став главой республики. Захарченко был обеспеченным человеком в 13-м году. Когда он погиб, его семья была беднее, чем до войны. Оказывается, до войны это чуть ли не олигарх был, но решил Захарка, что дело важнее. Плюнул на сверхприбыльный бизнес по перепродаже бедрышек и пошел на одну зарплату батей работать. Его семья была беднее, чем до войны. «Папка, папка, дай макаронинку!» – кричали Саня голодные дети дома. Вы верите? Нет? Вот и мы не очень. Потому как довоенный дворец олигарха Захарченко выглядел вот так. Нет, конечно, может, это развалюха просто обманка. Но помните будку пса-шарки, которая с виду невзрачная была, а внутри с бассейном и пианиной? Но что-то нам подсказывает, что это явно не Санин случай. В общем, уже и крякнул пацан. А покоя никакого. Единственное, что должно радовать Захарку на том свете, это полчища напрочь отбитых самородков в недореспубликах. Этих приколы даже с такими друзьями, как Казаков, фиг переплюнешь. Мы даже среагировать не успели. То есть все-таки его самолет сбил? Да, самолет сбил. Короче, вот это, безусловно, хит недели, если не месяца. И понятно, что три сотни трупов – это вообще не место для юмора. Поэтому просто послушайте, что несет очередной мамкин свидетель крушения Малайского. Да-да, именно Малайского Боинга. Я вот этот самолет, который Малайский или как он, что Боинг. Уже с первых слов становится ясно, что новенький свидетель у Кремля надежнее некуда. Говорит, ночью с пацанами дежурили, когда дело было. Я стоял ночью со взводом на Авдеевке. Какое время суток боевики реально сбили Боинг, наверняка поможет вспомнить легендарный выпуск «Лайф Ньюз». Все произошло около пяти часов вечера по московскому времени. Но фиг уже с тем ночным дежурством, хотя самолет и упал днем. Но вы даже представить себе не можете, какие страсти были до падения. Оказывается, Боинг, облетая донецкие многоэтажки, спасался от погони проклятых фашистов. Двятиэтажный дом же, он его так облетел, и прям над нами вот так, и за ним два укроповских самолета летели. Причем летел самолет прямо по улицам Донецка, но фактически цепляя провода. Там же поезд ходил раньше, путя и провода. И он над проводами, я не знаю, как он там не зацепился за них. У нас от таких откровений челюсти отвисли до пола. Слушай, дядя, а в подъезде Боинг случайно не прятался? Может, надо было с кодовым замком что-то найти? И он через старую Авдеевку и пошел на северо-восток. Как ни крути, но байки нового свидетеля полностью противоречат последней версии Кремля о Буке из Зарощенского. Два укроповских самолета, сушки, две сушки. То есть, если была погоня истребителей, то какой бук? Ну, а пропагандистам противоречить себе же не впервой. Главное, что ура, патриоты взбодрились, слушая, как украинские люфтваффе преследовали Боинг на улицах Донецка. Он от погони уходил. У меня только весь взвод. И смеяться над этими альтернативно одаренными можно долго, но это смех сквозь слезы. Триста невинных жизней. И уже шестой год вот такие наркоманы на костях людей танцуют. Говорят, снимают, выкладывают, разгоняют. А значит, вполне себе реально рассчитывают, что найдутся те, кто в это поверят. Ведь в русском мире давно усвоили правило, чем циничнее ложь, тем скорее в нее поверят. Субтитры создавал DimaTorzok